Пожарная часть на стартовом комплексе «Союз». Что случилось? Дежурные получают тревожное сообщение. Пожар в хранилище керосина. Команда мгновенно собирается на выезд. Ложная тревога. Капитан пожарной команды Пьера Дено в очередной раз проверяет готовность своих бойцов. Стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз» во французской Гвиане – объект повышенного риска. К нему особое отношение. Мы понимаем, что на «Союзе» есть опасные компоненты ракетного топлива. Это так называемые химические риски. Наши средства тушения учитывают это. Более того, эти средства специально адаптированы под климатические условия – жару и влажность. Гвианские пожарные – элитное военное подразделение. Все прошли специальную подготовку для работы на космодроме. Не только по борьбе с огнем. Здесь, на космодроме, мы должны быть еще и врачами. Абсолютно любой специалист может прийти сюда, и мы окажем ему медицинскую помощь. Все на стартовом комплексе сконцентрировано около трех целей. Запустить ракету «Союз» на орбиту, не допустить травм и тем более человеческих жертв. Привычный защитный головной убор для всех российских специалистов – каска. О ней уж никак нельзя забыть, тем более, что повсюду вот такие напоминания. Однако впервые российские стартовики носят такую спецобувь. Этот ботинок защищает ногу и снизу, и сверху, снизу – толстая подошва, сверху – металлическая проставка. Ботинки довольно тяжелые, зато с вентиляцией. Система пожаротушения нулевой отметки успешно прошла испытание. Водяные пушки будут на чеку с момента заправки ракеты топливом и еще несколько минут после старта. Это система полностью российская, и время применения этой системы уже оператором запускается в течение трех секунд. На российском стартовом комплексе французская сторона взяла на себя обязательства всевидящего ОКР. Стартовый комплекс напичкан видеокамерами на всех, будем говорить, во-первых, площадках МБО, непосредственно на кабине обслуживания, в нише, в помещениях. Пьер Адыно внимательно осмотрел российский старт и мобильную башню обслуживания. Замечаний со стороны французских пожарных нет. Насторожила лишь растительность вблизи газоотвода. Однако уже на следующий день джунгли не впервые уступили технике. И все для того, чтобы российская ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома «Пуру» по французской Гвиане.